На трассе в Пенсильвании столкнулись 10 грузовиков, есть погибшие. Шокирующее видео! Сани Айлс-Бич во Флориде иммигрантку из Украины обвиняют в избиении трехлетнего сына. Мэр Нью-Йорка отложил поездку в Вашингтон из-за обыска в ФБР, что же искали агенты у команды Эрика Адамса. Еврейские студенты подвергаются травле в университетах США. Член гурсовета Нью-Йорка Инна Верникова появилась в суде по делу о незаконном ношении оружия. Почему жители Калифорнии боятся выходить на набережную Лонг-Бич? Американцы стали чаще обращаться за пособиями по безработице. Компания Uber воровала у водителей зарплату. Автомобили Toyota могут загореться. Риэлторы выплатят продавцам недвижимости 2 миллиарда долларов. Доставщики еды, оставшиеся без чаевых, будут выполнять заказы в последнюю очередь. Битлз выпустила последнюю песню. И во Флориде после Хэллоуина медведь решил полакомиться сладостями. Досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Чередов. Устраивайтесь поудобнее. Новостей много, как обычно в это время, на YouTube-канале Бюро. Я рассказываю о том, что на самом деле происходит в Америке. Самые важные темы и события Соединенных Штатов обсуждаем вместе с вами. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на Бюро. Ну а мы начинаем. В результате крупной аварии в Пенсильвании. Как минимум один человек погиб. Еще 11 пострадали. В больницу госпитализировали 8 детей. По данным полиции, на 80-й трассе в округе Мерсер-Джон столкнулись 10 грузовиков. По предварительной версии, водитель одной из фур не справился с управлением машины на скользкой дороге. Ну а далее, как это обычно бывает в таких ситуациях, другие автомобили начали врезаться друг в друга. Несколько минут назад полиция назвала имя погибшего в этой аварии. Им оказался житель города Рочестер в штате Нью-Йорк 34-летний Энтони Юджин Мэлори. Прямо сейчас шокирующая история из Флориды. Там, в городе Сани Айлс-Бич, иммигрантка из Украины избила своего ребенка. По крайней мере, так считает следствие. Жестокое нападение на трехлетнего сына зафиксировали камеры наблюдения. Но по правилам Ютьюба мы не можем вам показать полностью эту запись. Ну вот, по данным следствия, 29-летняя Юлия Старожук бросила на пол ребенка, как минимум дважды ударила сына ногой, ну а потом начала таскать его по полу. Известно, что соседи украинки услышали громкие крики и позвонили в полицию. 29-летняя Юлия Старожук, иммигрантка из Украины, она приехала в США год назад. В суде женщина заявила, что это был единственный случай в жизни, когда она применила силу к своему сыну. Также в суде она сказала, что не смогла справиться с нервным срывом. Судья принял решение до основных слушаний выпустить подозреваемую на свободу под залог в 5000 долларов. Сына Старожук передали органам опеки. Если прокуратуре удастся доказать вину матери, то в тюрьме она может просидеть до 10 лет. Почти каждый день появляются все новые истории о стычках в американских университетах. Между пропалестинскими и произраильскими студентами. На этот раз кадры из Гарварда. Там на демонстрацию в поддержку палестинцев пришел студент еврейского происхождения и начал выкрикивать позор. В ответ на это толпа активистов его буквально окружила. Вырваться студенту удалось лишь через некоторое время. Позже в интервью местной газете другие студенты еврейского происхождения рассказали, что на кампусе Гарварда они подвергаются травле и нападкам со стороны тех, кто сочувствует палестинцам. В администрации престижного университета ситуацию комментировать отказываются. Ну и, конечно, если не считать дежурных слов о том, что это вызывает озабоченность. Ну а следующие кадры были сделаны в Нью-Йорке в районе Верхнего Иссайдом. Там житель города пытался срывать со столбов листовки с изображением заложников, взятых в плен Хамасом. Однако рядом оказались жители с израильским флагом. Они попытались остановить мужчину. Но в итоге завязалась потасовка. И позже стало известно, что полицейские все-таки арестовали жителя Нью-Йорка по имени Мухаммед Халила. Сыновья Дональда Трампа сегодня давали показания в суде. В Нью-Йорке идет второй день слушаний по делу о финансовых махинациях корпорации Trump Organization. После того, как Дональд Трамп стал президентом США, он передал управление компанией своим детям. Ну и теперь именно им приходится отвечать на обвинения в мошенничествах. По версии следствия, семья Трампа завысила стоимость компании. И благодаря этому она сумела заработать до 250 миллионов долларов. Во время слушаний Дональд Трамп-ладший заявил, что вина, если она и есть, лежит на бухгалтерах и сторонних аудиторских компаниях. Ну а Эрик Трамп сегодня заявил, что вообще ничего не знает ни о каких финансовых документах и никогда ими не занимался. Добавлю, что отец Дональд Трамп считает этот процесс так же, как и все остальные, политическим. Он заявляет, что таким образом с ним пытаются расправиться его оппоненты. Ну а мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отменил поездку в Вашингтон из-за обыска в ФБР. Агенты Федерального бюро расследований обыскали Бруклинский дом консультанта мэра Нью-Йорка Брианы Сакс. Об этом сообщает New York Times. Как отмечают журналисты, Бриана Сакс является важным членом команды мэра Нью-Йорка. В частности, она занимается сбором средств для предвыборной кампании Адамса, который собирается даже переизбираться в 2025 году. Сейчас фонд мэра составляет 2,5 миллиона долларов. Адамс сегодня отправился в столицу США, чтобы встретиться с сотрудниками администрации Байдена и конгрессменами. Рабочий визит был связан с решением иммиграционного кризиса в Нью-Йорке. Адамс должен был сделать все возможное, чтобы федеральные власти выделили дополнительный пакет помощи на иммигрантов. Но из-за обысков Адамсу пришлось срочно вернуться домой. Кстати, напишите в комментариях, после вот этого скандала, как вы думаете, Эрика Адамса переизберут в 2025 году? Буду ждать ваших комментариев. Ну а член городского совета Нью-Йорка Инна Верникова пришла в суд по делу о незаконном ношении оружия. В Манхэттене состоялось первое судебное заседание. Верникову обвиняют в незаконном ношении огнестрельного оружия на акции, которая прошла на территории Бруклинского колледжа. Тогда на протест, по данным следствия, Верникова пришла с пистолетом. Судья-республиканка молчала, а после заседания ее адвокат Артур Айдала поставил под сомнение достоверность фотографии, на которой изображена его клиентка с пистолетом. Также адвокат потребовал прокуратуру провести баллистическую экспертизу, так как, цитата, оружие вообще может быть простой игрушкой, заявил Айдала. Ранее представители Верниковой сообщили, что у нее есть лицензия на ношение оружия. Сегодня суд запретил Верниковой пользоваться огнестрельным оружием на время следствия. Напомню, член городского совета Нью-Йорка известна своей борьбой с антисемитизмом. У здания суда политика встретили пропалестинские активисты. Ну а следующее заседание состоится 24 января 2024 года. Жители города Лонг-Бич в Калифорнии боятся выходить на набережную. Как пишет газета Daily Mail, психически больные бездомные в этой части города чувствуют себя безнаказанными. Совсем недавно произошел инцидент, который потряс всех местных жителей. Бездомный подошел к витрине салона красоты и начал мастурбировать. Ну вот это буквально шокировало всех, кто был в округе. Но самое удивительное, что многочисленные звонки в 911 не помогли. Полиция отреагировала лишь через два часа. В другом случае бездомный просто напал на девушку и попытался ее изнасиловать. Нападавшего сумел остановить прохожий. Причем бездомного все-таки удалось задержать. Его доставили в полицию, но судья отпустил его на свободу. Уникальный случай в судебной практике США. В штате Алабама мужчину попытаются казнить во второй раз. Кеннет Смит осужден за жестокое убийство. Еще в 96-м году его приговорили к смертной казни. Ну а год назад попытались привести приговор в исполнение с помощью смертельной инъекции. Однако сотрудники тюрьмы так и не смогли найти вену. Исколотого иголками Смита вернули обратно в камеру. Мужчина подал иск и потребовал вообще отменить смертную казнь. Он утверждал, что не должен второй раз проходить через все это. Однако суд сегодня оставил приговор в силе. Правда, теперь Смита должны казнить с помощью азота. Считается, что это менее болезненная казнь. Я добавлю, что казнь с помощью смертельных инъекций уже давно вызывает споры в США. Клятва Гиппократа запрещает врачам участвовать в подобных процедурах. Поэтому смертельные инъекции делают сотрудники тюрем. Ну и казнь затягивается на долгое время. Без сбережений и обратился к государству за финансовой помощью. Всего же сейчас пособие по безработице получает 1 миллион 800 тысяч американцев. Это самый высокий показатель за последние полгода. При этом в Министерстве труда настаивают, что это все равно один из самых низких показателей за всю историю. По итогам сентября в США появилось почти 10 миллионов новых вакансий. Ну а число увольнений составило 1,5 миллиона человек. У иммигрантов в три раза больше шансов получить убежище в разных штатах, если ими управляют демократы. С января по август 61% иммигрантов, которые подавали документы на предоставление убежища в Нью-Йорке, в итоге получили одобрение. В Калифорнии цифра еще больше. Это 66%. А вот в республиканских штатах заявления беженцев одобряют менее охотно. Власти Техаса одобрили за первые 8 месяцев текущего года только 19% прошений. Во Флориде ситуация немного лучше – 23%. И вот по данным Ассоциации иммиграционных адвокатов, чаще всего просители убежища получали легальный статус во время президентства Барака Обамы. И это 49%. Когда страной руководил Дональд Трамп, власти удовлетворили только 32% заявок, ну а при Джо Байдене – 40%. Если у вас есть автомобиль, и это Тойота, то следующая важная новость точно может коснуться именно вас. Итак, компания Тойота отзывает почти 2 миллиона автомобилей из-за риска возгорания. Речь идет о внедорожниках RAV4. Оказалось, что аккумуляторы в этих автомобилях могут спровоцировать пожар. Опасные машины были выпущены с 2013 по 2018 годы. Как говорят эксперты, размеры аккумуляторов позволяют таким автомобилям сдвинуться со своего места, если их крепеж не затянут должным образом. Это может привести к контакту положительной клеммы с крепежом, ну и вызвать короткое замыкание. Теперь дилеры обязаны заменить детали в машине, чтобы владельцы могли безопасно ездить. В общем, если у вас Тойота, то обязательно обратите внимание на эту новость. Приезжая в легендарный район Брайтон-Бич в Нью-Йорке, в последнее время я часто слышу от людей, что они устали платить сотни долларов за медицинскую страховку каждый месяц. Но не все знают, что сегодня в Нью-Йорке можно оформить достаточно дешевую медицинскую страховку. Ну и лучше это сделать в компании Health Brokers, которая находится здесь, на 6-м Брайтоне. Компания Health Brokers сотрудничает с самыми известными страховками – Fidelis Care, United Healthcare и Health First. Какую страховую компанию лучше всего выбрать в Нью-Йорке, от чего зависит такой выбор, а самое главное – как найти страховку, чтобы платить меньше, а услуг получать больше. А еще вы знаете, что программа Medicaid теперь покрывает еще и стоматологические услуги в Нью-Йорке. Но как оформить Medicaid или, например, разобраться в тонкостях другой программы Medicare, на эти и другие вопросы вам абсолютно бесплатно ответят агенты по медстрахованию компании Health Brokers. Кстати, специалисты компании Health Brokers говорят не только на английском и русском языках, а еще на украинском, польском, узбекском, таджикском и других языках. Оформить любую медстраховку можно здесь, на 6 Брайтоне, но у этой компании есть еще один офис – на Кони Айленд Авенюм. Помните, что здоровье – это самое важное в жизни. И берегите себя. Слоу-даун Корпорации Uber и Lyft согласились выплатить компенсации водителям в общей сложности более 300 миллионов долларов. Ранее Генпрокуратура Нью-Йорка заявила, что Uber и Lyft фактически обманывают водителей, незаконно удерживают зарплату, а также отказываются предоставлять обязательный оплачиваемый отпуск по болезни. Но вот по итогам мирового соглашения более 100 тысяч водителей смогут получить компенсацию. Правда, в среднем на одного выйдет что-то около 3 тысяч долларов. Ну а суд в штате Миссури постановил, что Национальная ассоциация риэлторов и еще несколько компаний по недвижимости в США должны выплатить продавцам жилья почти 2 миллиарда долларов. Прокуратуре удалось доказать, что риэлторы сговорились с целью обманом продавцов недвижимости. Ну то есть они специально завышали проценты комиссионных при сделках по продаже домов. И вот теперь Национальная ассоциация риэлторов должна выплатить почти 2 миллиарда долларов пострадавшим. Ну что теперь будет с институтом риэлторов и брокеров в Америке и как эта новость отразится на рынке? Давайте узнаем прямо сейчас. Из Лас-Вегаса к нам присоединяется брокер по продаже недвижимости Александра Маленкина. Александра, здравствуйте. Здравствуйте, Денис. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что нашли время. Итак, еще раз коротко подытожу. Суд риэлторы проиграли. И вот в суде было доказано, что продавцы недвижимости переплачивали миллиарды долларов в качестве комиссии. Что теперь будет на рынке недвижимости? Ну, смотрите, Денис, то, как отразится именно это решение судебное на всю индустрию риэл-эстейта в США, мы узнаем только через пару лет, потому что участники этого судебного процесса, такие как НРР, это National Association of Realtors, и большие компании, как Keller Williams, Berkshire Hathaway и другие компании, они уже заявили о том, что, во-первых, они будут подавать апелляцию, и, то есть, скорее всего, это дело будет еще обсуждаться и будет решаться именно в Верховном суде. Но для полностью, для индустрии, на самом деле, что произошло, это индустрия, in general, несет репутационные риски. Это, знаете, как в школе, когда нашалили пару учеников, а на экскурсию не едет весь класс. Поэтому здесь получается, что именно все риэлторы в ответе, и мы в ответе за то, что наша ассоциация, Национальная ассоциация риэлторов, которая является своеобразным юнионом для всех риэлторов, они слишком заигрались в политику, и они вот в этом показанном процессе, они доказали, что как ассоциация они забыли о главном предназначении риэлтора. Это быть представителем своего клиента — это раз. И, во-вторых, наша задача — это доступным абсолютно простым языком объяснять сложные вещи. А транзакция, продажа и покупки недвижимости — это очень сложный процесс. И наша задача — его объяснять доступным каждому человеку языком. И в результате этого процесса мы увидели, что ассоциация не смогла объяснить жюри, почему мы берем комиссию, за что мы берем комиссию. И для всех ваших слушателей, кто нас смотрит сейчас или в дальнейшем, я могу сказать, что если вдруг кто-то находит себя в той ситуации, когда вы работаете с риэлтором, и вы не понимаете процесс, вы не понимаете, что происходит, вы не знаете о своих правах, о своих обязанностях во время транзакции, это неправильно. Значит, вы работаете с неправильным человеком, значит, вам нужно обязательно менять того человека, который вас представляет. И это очень страшно, если риэлтор с вами не разговаривает на одном и том же языке. Да, спасибо большое. Все-таки вы дали достаточно подробный ответ. Ну, а меня все-таки интересует, если говорить об особенностях покупки недвижимости в Америке, почему все-таки продавец должен платить брокеру, риэлтору вот эти комиссионные? Почему так? Да, уже более ста лет индустрия действительно устроена именно так, что продавец оплачивает услуги риэлтора как собственного риэлтора, так и риэлтора-покупателя. И главное здесь сказать и объяснить нашим слушателям, что нету никакого абсолютно сговора по завышению комиссии или о том, чтобы получать как-то больше денег. Вся цена, та цена и тот уровень оплаты, который мы запрашиваем, он будет зависеть от перечного услуг. Так, например, вот в нашем агентстве, когда мы разговариваем с потенциальными продавцами, у нас есть целое меню, которое мы предлагаем, и продавец сам имеет возможность выбирать от уровня услуг, какую цену он заплатит. Это может, например, быть от flat fee, 2,5 тысячи долларов. Например, когда к нам приходят семьи и говорят, мы просто родители хотим продать своим детям дом, и нам просто нужно оформление документов, мы хотим убедиться в том, что вся транзакция пройдёт правильно, легально, и что потом, через много лет, нам не придётся через суд доказывать какие-то свои права на недвижимость. И таким образом мы помогаем людям, и это абсолютно доступная услуга. С другой стороны, у нас, как бы в нашем перечне услуг, есть такие вещи, когда мы помогаем людям, которые занимаются flippers. То есть это люди, которые покупают дома, ремонтируют и перепродают их. И если наши агенты посвящают своё время и очень глубоко заходят в этот процесс, так они работают с контракторами, выбирают материалы и так далее, в этих случаях мы можем чарджить до 10-15% комиссию. Но при этом в этом меню большинство из наших клиентов, они выбирают ту услугу, когда они платят 5 или 6%. Главное — это то, что в самом начале, когда вы разговариваете с риэлтором, вы обговариваете все ценники, и вы знаете, вы прекрасно знаете в начале самого процесса, сколько вы платите, кому вы платите и за что вы платите. Нет никаких hidden fees и нет никаких сюрпризов, что потом у вас получилось так, что вы платите больше, чем вы ожидали. Вы всегда знаете все цифры наперёд. И это правильный процесс. Да, спасибо большое. Я сегодня прочитал, что некоторые, не знаю, рискуют или нет, может быть, действительно так можно взять и купить онлайн недвижимость или дом. Наверняка есть какие-то риски, или такие сделки тоже происходят? Вот прямо из дома можно выбрать, посмотреть какой-то дом, есть деньги, или как это происходит? Ну, конечно, сейчас онлайн можно сделать всё. Но мы должны не забывать о том, что покупка недвижимости немножечко отличается от, например, покупки футболки на Амазоне или обычного похода в Мейсос, когда вы пришли, что-то купили, сделали self-checkout, и потом через 90 дней вы передумали, принесли эту вещь обратно и вам вернули деньги. К сожалению, в недвижимости так не работает. Покупка недвижимости — это одна из самых больших по деньгам сделок, которые вы будете совершать в своей жизни, которые большинство людей совершают в своей жизни. Поэтому вам очень важно, чтобы вас вели за руку. Вот так как, если у вас был, конечно, хороший опыт, так как вас в первом классе учительница вела, да, или в детском саду, когда вас поддерживали, когда вам полностью объясняли процесс, вам говорили, сейчас мы идём туда, и будет это, и вас полностью подготавливали в процессе, вам отвечали на все ваши вопросы, и чтобы вы себя чувствовали комфортно. Вы знаете свои права, вы знаете свои обязанности, и ваши деньги, они находятся всегда в абсолютной сохранности. Мы убеждаемся в том, чтобы вы не переплачивали за дом, чтобы вы обязательно посмотрели всё, что было на маркете, и чтобы ваш процесс прошёл так, чтобы вы никогда не жалели о том, что вы совершили определённую сделку, либо покупку, либо это продажа. Поэтому да, вы можете это сделать онлайн, но потом предъявить какие-то претензии или как бы высказать свои претензии вам будет абсолютно некому. Я всем советую абсолютно пользоваться услугами риэлтора и в своём городе нам очень многие ребята звонят, и наши клиенты звонят, и очень часто говорят о том, что вот наша семья, наши дети, наши внуки, они первый раз это делают, пожалуйста, поддержите их, пожалуйста, проведите их через процесс, так, чтобы они знали, что происходит, чтобы они не боялись, чтобы они себя чувствовали комфортно, и чтобы у них было вот это вот чувство security в тот момент, когда они совершают эту огромную жизненно важную покупку. Да, спасибо огромное. Ну и получается, вы несёте ответственность за то, что вы делаете. Абсолютно. Да, мы все риэлторы, все агенты, они licensed and insured. Именно поэтому моя страховка, она покрывает все ошибки, которые могу сделать я, которые может сделать кто-то из моих агентов, кто-то в моей команде. Также мы несем ответственность за то, что нам предоставляет другая сторона, и наша страховка также покрывает ошибки с той стороны. То есть, естественно, мы работаем на то, чтобы не допускать ошибок, но если вдруг такая ситуация случилась, все участники транзакции, они licensed and insured. Спасибо большое. То есть, всё-таки есть защита, есть страховка, это тоже очень важно. Я благодарю, просто обращаюсь с тем, кто нас сейчас смотрит. Задавайте любые вопросы, которые касаются рынка недвижимости в Америке. Вообще, это отдельный такой мир для меня, отдельная планета. Можете задавать эти вопросы в ленте комментариев. Также можете обращаться лично к Александре. Сейчас вы увидите все контакты. Контакты мы оставим в описании к этому видео. Ну а с вами увидимся, надеюсь, в ближайшее время, на следующей неделе. Спасибо вам большое. Вместе с нами сегодня была брокер по продаже недвижимости Александра Маленкина. Я вас благодарю, Саша. Берегите себя. Спасибо большое. Хорошего дня. Житель Майами всю ночь провел в компании аллигаторов после того, как его самолет упал в болото. Мужчина вылетел с озера Окич-Оби, но на высоте 600 метров небольшой самолет начал падать. Потом он снова ненадолго набрал высоту, но в итоге оказался в болоте, в районе Эверглейц. Но это огромный заповедник дикой природы, в котором кишат аллигаторы. Инцидент случился около 4 часов ночи, ну а спасатели узнали о катастрофе только к 10 утра. Все это время мужчина сидел на крыле своего самолета, ну а вокруг него плавали аллигаторы. В итоге спасательная операция прошла успешно, пилота на вертолете вытащили из болота. Ну вот что стало причиной авиакатастрофы, придется выяснить специалистам. Если вы заказываете еду и не оставляете чаевые, то теперь ждать заказа вам придется очень долго. Представители компании DoorDash заявили, что на днях они добавили в свое приложение всплывающее окно с предупреждением об отказе от ответственности для некоторых клиентов, которые предпочитают не оставлять чаевые курьеру. Напомню, что доставщики еды имеют возможность выбирать, какие заказы они будут доставлять, а значит, чаще всего они будут отдавать предпочтение более выгодным заказам. Пока что уведомления с предупреждением о чаевых находятся на этапе тестирования и отображаются не для всех пользователей. Кстати, а вы как считаете, такое нововведение справедливым или чаевые лучше уже просто включать в заказ? Именно так проходят тренировки в клубе грузинской борьбы в Бруклине. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был всегда в отличной физической форме, овладел основными приемами самбо и дзюдо, тогда ему точно нужно попасть в клуб или, проще говоря, большую семью Давида Прангишвили. Возьмут они любовь от меня, потом возьмут здоровый образ жизни и любовь к труду, они привычаются, самое важное. Клуб грузинской борьбы в Бруклине объявляет набор учеников с 4 до 12 лет в группы для начинающих спортсменов и с 13 лет в группы для старшеклассников. В этом клубе можно просто поддерживать хорошую физическую форму или подготовиться к соревнованиям международного уровня. Ученики Давида Прангишвили с 2012 года, были участниками чемпионатов мира по самбо и дзюдо. Детей не только телом и духом они должны здесь укрепиться, это самое важное здесь в нашей системе. Клуб грузинской борьбы проводит тренировки не только в зале, но и на открытом воздухе. Также здесь есть программа для подготовки детей для хай-скул-рестлинг, чтобы в будущем получить стипендию для университета. Для тех, кто не знает, напомню, что по профессии я не журналист, а учитель истории. И вот как учитель я советую вам привезти своих детей в клуб грузинской борьбы. Просто попробуйте, и вы не пожалеете. Так что добро пожаловать! Кстати, клуб расположен в очень удобном месте, всего в нескольких метрах от станции метро Шипс-Хэт-Бэй. За дополнительной информацией звоните по телефону 646-262-00-47. В Нью-Йорке обновили приложение «Трензит», которое сообщает жителям мегаполиса о работе общественного транспорта. И вот теперь в этом приложении можно посмотреть, на какой станции метро кишат крысы, а где их практически нет. Информацией делятся сами же пассажиры метро. Если они увидят где-то крысу, то добавят эту информацию в приложение. Ну вот сегодня, как сообщают пользователи соцсетей, больше всего грызунов было на центральном вокзале Нью-Йорка. В общем, теперь вы сами можете это проверить, если живете в Нью-Йорке или собираетесь там погостить. Легендарная группа «Битлз» выпустила свою последнюю песню. Как раз сегодня вышла песня «Now and Then» – последняя в истории британского коллектива. За основу композиции взят неоконченный музыкальный отрывок, написанный Джоном Ленноном в 1978 году, через 8 лет после распада группы. Продюсер новой песни Джайлс Мартин заявил журналистам, что песня так или иначе посвящена Полу Маккартни. Даже после ссоры музыканты продолжали общаться. Песня уже появилась на потоковых сервисах, но песню также можно послушать и бесплатно. Ссылку мы оставим в описании к этому видео. Жителям Флориды лучше не оставлять сладости у своих домов. И вот почему. Семья из района Лейк-Мэри после празднования Хэллоуина оставила конфеты у входа в свой дом. Через несколько минут за ними пришел медведь. Косолапый минут 10 угощался, ну а затем пошел проверять другие частные дома. Ну а вообще в поисках еды сейчас можно встретить медведей практически во всех штатах. На сегодня все. Я Денис Чередов. Как всегда, благодарю всех, кто смотрит наши выпуски. Не забудьте поставить лайк этому видео и напишите пару слов в комментариях. Если вам нравится наша работа, то поддержите нас донатом. Прямо под этим видео есть кнопка суперспасибо. Вы можете перевести нам небольшую сумму. Я благодарю всех, кто уже поддерживает нас. Спасибо вам за лайки. Спасибо, что смотрите. Увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok